Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Олег Пеков в студии. Сегодня в нашей студии режиссер Антон Сиверс, создатель сериалов «Тест на беременность», второй сезон, который сейчас идет на Первом канале, «Верного воскресенья», «Улица разбитых фонарей», «Каменская», а также фильмов «Поцелуй бабочки», «Качели», «Дом на обочине». Самыми полными, любимыми артистами российского кино. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Насколько, ну, знаете, ведь есть специализация, обычно, как бы, есть режиссер уже узконаправленный, который снимает телевизионные сериалы и кино, вы совершенно спокойно чувствуете себя и на съемочной площадке полнометражного фильма. Вообще, отличается ли сериал от просто полного метра? Есть ли какие-то здесь специфические вещи? Насколько сложнее? И то, и другое, конечно, имеет свои сложности, потому что сериал надо снимать быстрее. Вот это основное его отличие. Да, то есть нужно в день снимать по 7 минут, ну, да, в среднем по 7 минут. То есть нет такого, как Тарковский мог ждать полдня облачко, которое проплывет в нужной форме? Да, этого нет. И в сериале нужно быть более, что ли, владеть импровизацией. То есть вовремя перестраиваться, уметь адаптироваться к тому или иному объекту, который вдруг сменился на ходу. Ну, вот какие-то такие вещи. То есть нужно быть готовым ко всему. Фильм можно просчитать заранее, насколько это возможно. Придумывать его более тщательно, заранее, это, конечно, тоже очень сложно. Его там можно снимать по 2 минуты в день позволить себе, да, по полторы даже. А какие-то сцены, там, наиболее сложные вообще по 30 секунд, да. Вот, несколько дней какой-то бой снимать, очень тяжелый, допустим. Но это все раскадровано, каждый знает, что он будет делать. И там, ну, какие-то сюрпризы возникают, но они уже минимальны, наверное, да. Вот. А так, конечно, все равно к сериалу подходишь с такими же какими-то требованиями к себе и к актерам, и, ну, ко всей творческой группе. То есть, конечно, все хотят все равно сделать не халтуру, а какую-то... Ну, для нас, естественно, это такой же труд. Ну, сейчас вообще такой тренд, тенденция, что как раз-таки все самое интересное происходит именно в таких длинных сериалах. И многие, ну, жалуются, что если кино становится все более и более таким бездушным аттракционом, то вот как раз-таки вот в сериале можно выстроить драматургию и как-то, ну, не спеша вот ее, ну, развивать характер. То есть, больше каких-то возможностей. Я абсолютно согласен с вами. И, да, вот даже я не могу сказать, даже, наверное, больше склонюсь к сериалу. Вот мне интереснее сейчас, наверное, хороший сериал получается. Да, это как роман. Это вот если сравнивать с литературой, то это хороший роман, где можно психологические линии простроить, поработать с актерами, да. А насколько вот съемки сериала все-таки сейчас в России наблюдается такой бум сериальный? Вот они зависят от денег, кто дает, ну, вот кто заказывает музыку, кто дает деньги, кто приходит с идеями. Насколько вот сейчас этот сериальный рынок насыщен? Ну, по-разному деньги. Ну, как, есть каналы, которые финансируют основные каналы. Как-то вот я имел дело в основном с ними, да. Ну, сейчас все больше и больше интернет-платформы берут свое, и там очень интересные выходят сериалы. Как-то мне не приходилось еще работать с ними, но то, что я видел, очень интересно. А вот действительно интернет-платформы, насколько они меняют способ потребления вот этого контента, киноконтента, поскольку здесь уже мы говорим о том, что сам зритель выбирает, что он хочет смотреть, в какое удобное время он хочет посмотреть. Ну, и вот многие отдают предпочтение именно такому просмотру. Ну, да, то есть круг аудитории он уже. Поэтому, видимо, я так полагаю, что это сказывается на финансировании. То есть, чем уже круг аудитории, значит, тем меньше денег. Ну, так должно быть, да. Значит, они поставлены, думаю, что поставлены, вот я еще раз говорю, я не работал с ними, думаю, что они в жестких условиях существуют, им приходится снимать еще поболее, чем 7 минут в день. Ну, зато это очень, то, что сейчас выходит, очень интересные, интересные творческие работы. Я думаю, что там все работают, выкладываются, потому что это очень интересно. А насколько актеры относятся к работе в сериале? Ну, раньше считалось все-таки, что как будто бы кино это более как бы престижная работа, чем сериал, это что-то такое вот. Ну, разные актеры. Есть, конечно, актеры, которые в первую очередь преподают себя в какой-то, в той или иной роли ему важнее преподать себя. Да. Ну, есть такие, к сожалению, достаточно много, но есть такие, которые абсолютно в творчестве, для них сериал, наверное, интереснее. Так же, как вот, например, я уже говорил, то есть есть возможность психологической простройки. Ну, сложно сказать, как разные актеры. А больше у вас, скажем, власти на съемочной площадке сериала, чем на кино? Ну, мы привыкли к тому, что в кино все решает продюсер. И, ну, если брать вообще голливудскую модель, там режиссер, просто исполнитель, которому далее вот уже чуть ли не раскадровано, вот ты должен снять так, так и так. И там очень мало кто, там, не знаю, Мартин Скорцезе может там себе позволить какие-то художественные какие-то вот фантазии. Ну, как-то тоже по-разному бывает очень с разными продюсерами. В основном это не зависит от сериала или кино, а зависит от продюсера. Я с разными работал, и, ну, я как-то привык, что у меня какая-то достаточно большая доля свободы всегда есть. Вот, допустим, пример могу привести, вот «Вербное воскресенье». У меня, ну, там, благо, еще было возможно, время подготовиться у меня не всегда бывает столько времени. У меня было около четырех месяцев до такой активной подготовки. То есть я посидел с самим сценарием, и, надо сказать, я его очень сильно переделал, сам сценарий, просто ни у кого не спрашивая. Вот у меня был... А что там подделано? Такое возможность. А что подвергло изменению? Там, знаете, там очень хороший сценарист вообще написал, к сожалению, его уже нет в живых. Он и режиссер, и сценарист Вадим Зобин такой был. Но у него, вот я что не принял, какую-то такую тональность общую, злую, вот этого всего повествования. То есть сюжетные линии, все у него проработано, все замечательно, вот эти все ходы, все интриги. Но общая какая-то тональность была для меня очень злая. И я вот это переписывал, я просто переделывал все диалоги. Он потом как-то одобрил меня. Когда мы говорили по телефону уже после премьеры, он говорит, все твои изменения, все я принимаю это туда. Ну, то есть пошло на благо народа. А правда ли, что на вас подавала в суд коммунистическая партия, даже написала жалобу за этот сериал? Что-то я вспоминаю, вы сейчас сказали. Ну, я не думаю, что это было серьезно. Я думаю, что им нужно было просто приправиться. Может быть, какая-то такая. Ну, это какой-то один человек там есть, который все время придирается ко всем сериалам. Ну, потому что там же действие происходило в разные времена, но в том числе и в 70-е годы. И как раз там изображены члены Политбюро, может быть, как-то неприглядно. Ну, да, там есть такое. Я думаю, что были же похожие случаи какие-то в газетах описанные. Мы же никого конкретно не имели в виду. То есть, это были абстрактные, да. А насколько сложно снимать историю? То есть, вот хорошо, это 70-е годы еще. Ну, может быть, кстати, и наоборот сложнее, потому что многие люди помнят и знают. А там Василиса, так вообще там война 12-го года. Ну, да. Хотя, честная война 12-го года. Очень тяжело это снимать. Очень тяжело. Кони непослушные. Костюмы, которые все время нужно поправлять. Грим. Это очень тяжело. Все. И честно, вот я скажу честно, мне кажется, я не справился с Василисой. Это мой первый исторический проект. И как-то там меня вот эта вот вся организация, она меня просто задавила. Ну, я сделал свои выводы какие-то. И я надеюсь, что следующий опыт будет более положительный. А на что вот скажем, ну, я прекрасно понимаю, что есть какие-то педанты, которые начинают говорить, что ой, там, да что это за фильм плохой, потому что пуговицы там на мундире не соответствуют эпохе. И тут просто можно развести руками, ну, господи, а фильм-то вот при чем? То есть, нужно ли придираться? Ну, вот условно говоря, нужно ли пытаться делать реконструкцию событий или художество? Ну, нет, конечно, мне кажется. Ну, тоже, знаете, вот Вы же сказали сейчас, у нас кино, к сожалению, уходит в аттракцион. Вот там как раз делают реконструкцию, ну, наверное, не в том смысле, который Вы сейчас имели в виду, да? То есть, все это зрелищно, все это вот блестят все пуговицы, блестят все мундиры, их миллионы там. Ну, я, наверное, неправильно отвечаю на Ваш вопрос. Вы задали не об этом, да, о пуговицах. Нет, ну, вот эти детали исторические. Да, надо ли придираться? Ну, тоже зависит от того, насколько это важно. Ну, если это действительно как-то важно, то надо придираться. Если нет, если не столь важно... Нет, ну, уважение какое-то надо иметь, конечно, к предмету, который рассматриваешь. Вот, наверное, так... Ну, не надо забывать о том, что это художественный проект, а не документальный, да? Потому что зрители всегда, особенно если это касается каких-то биографических работ, поёпиков, да, то всегда начинают придираться, что это было не так, а там был другой человек, который с ним общался, да, и звали его по-другому. И это все не могло быть и не в том году было. Ну, вот тогда, конечно, совсем это неправильно, потому что мы же снимаем не документальное кино, а это драматургия, и она выстраивается по своим законам. Значит, мы уже, отдавая дань и уважение тому или иному человеку, оку мы снимаем, мы всё-таки преломляем его жизнь и как-то переносим её совершенно в другую структуру, да, в драматургию. Ну, а вот эти все условности, ну, когда действительно говорят, почему там во время боя, вот если вдруг какой-то монолог, вдруг пушки смолкают, главный герой вот как раз может прочитать свой монолог, хотя мы понимаем, что это всё ведь опять-таки условности. Вот условности же должны, наверное, существовать, а кинематографический язык просто. Вот я об этом же говорю, да, что это драматургия, да, что у неё очень жёсткие свои законы. Даже жёстче, чем просто литература, чем роман художественный, да, там должно на десятой минуте произойти, там зритель должен понять, куда движется герой, что он хочет вообще от жизни, да, там на какой-то ещё минуте должен произойти перелом, в конце всё должно брушиться. Ну, это я сейчас говорю тоже такую голливудскую кальку, конечно, можно отступать от неё. Но в целом, конечно, жёсткая конструкция драматургия. Многие обращают внимание, что в телевизионных сериалах сейчас, вот особенно в американских, гораздо больше можно себе позволить, чем в таком, в кинематографе. Ну, я имею в виду там и сцены жестокости насилия, и эротические там сцены, потому что раньше, наоборот, телевидение было таким, ну, как бы это сказать, травоядным, а в кино там бушевали страсти. А сейчас, когда в кино ходят подростки и возрастные рейтинги просто, ну, вот не дают, там считают деньги и сразу говорят, ой, нет-нет-нет-нет, вот это ограничит прокат, как раз вот становится вроде бы телесериал более свободным, который может тебе позволить. Ну, посмотри, какой, конечно, если это для канала, то тоже нет. Да? Да, для канала, ну, конечно, там ограничения. Если это вот интернет... Какие-то платформы там, да, или какие-то... Ну, да, там... Кабельные каналы там. А вот что нельзя показывать, например, ну, вот на федеральных каналах, там есть ли какие-то, ну, ограничения, которые... Ну, я жестких законов не знаю, но в плане эротики, да, не все можно, конечно, все это должно опосредованно как-то решаться, любая такая сцена. А курение, например, есть ли какие-то... Курение, да, жестко с этим что-то. Я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, причем есть отступление от этого закона, то есть как-то там продюсеры решают, договариваются и вдруг дают добро, если внизу идет плашка или титр, что в этом кинофильме демонстрируются сцены курения. Вот и все, и дальше можно. И это становится непонятным, почему вот тогда нельзя в целом. И почему можно показывать, как выпивают, а нельзя показывать, как курят. Вот это я тоже не очень понимаю. Ну да, тогда получается по этой логике надо все время сопровождать титрами, там, если герой поступает неправильно, он поступает неправильно, мы не советуем его повторять. Ну, у меня вот на сегодняшний день последняя работа моя, которую я делал, это «Черная кошка» сериал 16 серий. Вот там у нас курили, потому что в то время невозможно не курить, это 50-е годы. Как-то сложно показать то время, что никто не курит. И у нас везде этот титр в начале фильма, что демонстрируется сцена курения. Ну, в начале каждой серии. И все курят там, дымят. Мы сейчас тоже уйдем, можно сказать, наперекур, небольшая пауза, после чего вернемся в студию. Режиссер Антон Сиверс сегодня в нашей студии. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Сегодня мы встречаемся и говорим с режиссером Антоном Сиверсом, создателем телесериалов и улицы «Разбитых фонарей», «Охота на Золушку», «Сестры Каменская», «Верное воскресенье». И вот мы как раз до ухода на рекламу заговорили о «Черной кошке». Наверняка ведь, ну, это такой груз ответственности само название и понятные аналогии. Вот насколько вы испытывали какое-то давление, может быть, этого легендарного сериала Говорухинского, то, что могут сравнивать эти картины? Ну, вы знаете, я как-то вообще не хотел, чтобы сравнивали, потому что это совершенно другой фильм, другая история, наверное. Хотя о том же, да, вроде бы. Ну, к сожалению, просто сравнивают. Я думаю, что очень неправильно сделали, что оставили название «Черная кошка», надо было как-то менять его, чтобы вообще не было соблазна сравнивать. Но действительно сравнивают, и это не в пользу сказалось, к сожалению, потому что ждут какого-то продолжения, каких-то отголосков, но их нет. Там история совершенно, она больше, если говорить о референсе, то скорее эта история, скажем, можно сравнить там «Однажды в Америке», или, ну да, скорее всего, ближе всего «Однажды в Америке». То есть это ребята, из хороших ребят стали бандиты, да, как идёт падение, как идёт наградация личности. Вот об этом вся история. И такое, ну, как мне хотелось сделать глубокое исследование, уж не знаю, получилось или нет. А что вот для вас действительно было вот это исследование, погружение в эту историю, поскольку вот когда в одном из интервью вы даже назвали это «бесами XX века», то есть насколько, вот какие уроки моральные вы извлекали из этой истории? Хотели бы, ну, донести два зрителя какую идею? Ну, вот, наверное, то, что я сказал, я сейчас не знаю. Извините, как-то не очень понял вопрос. Нет, я имею в виду, что действительно ли бы это, ну, это вот, что, почему это «бесы XX века», в чём было искушение вот этих… Почему именно в XX? Да, ну, да, но что в XX веке вот заставило этих ребят, ну, выбрать не ту… Вот что с ними, вроде бы, жили в стране, как победившего социализма, то есть всё это… Я бы не стал тут тоже искать какие-то причины именно в социальном строе, но, правда, это могло произойти в любое время. Ну, там… Это… Там есть какие-то причины, которые, ну, скорее катализаторами являются. Там парня, ну, незаслуженно посадили одного из, да, который потом стал… Как-то его стал… Он стал разъедать всю остальную компанию. Он сбежал и стал разъедать… Ну, понимаете, это… Несправедливость она всегда могла случиться. Тут не искал бы я какой-то причины, что вот, именно потому, что там сталинские лагеря… Ну, конечно, это плохо, сталинские лагеря, но не это явилось основной причиной. Это катализатор такой, это как бы драйвер. А насколько вот вам кажется в то время, условно говоря, сталинское время, которое многие сейчас воспринимают по-разному, и вот, ну, мне кажется, что есть какая-то тенденция всё-таки, ну, это оценки, переоценки роли Сталина, его, как бы, обеление. Вот вы не чувствуете этого? Ну, я чувствую, ну, наверное, да, какие-то волны ходят. Понимаете, мы сначала жили в социалистическом строе, да, и потом волна, значит, нас захватила одна, сейчас чуть-чуть мы качнулись назад, может, ну, я не думаю, что это как-то глобально, честно говоря, потому что, ну, кого не спроси, но все понимают, в общем, что были здесь сталинские лагеря, что были жертвы. Ну, а вот то, что в 90-е годы страна переживала такой дикий капитализм, и в это время ведь рухнул кинопрокат, кинопроизводство, и очень многие актёры остались без работы, ну, и театры стояли пустые, то есть, ну, люди как-то выживали. Вот насколько вы оцениваете это время, насколько оно было тяжёлым для киноиндустрии? Ну, тяжёлое, конечно, я как раз в это время пошёл учиться на режиссуру, то есть, у меня было образование театральное, актёрское, и я работал в театре, но, честно говоря, я всегда подсознательно чувствовал, что что-то другое у меня, ну, то есть, наверное, бессознательно, но я чувствовал, что мне нужно в кинорежиссуру. И именно вот тогда, когда кино у нас вообще перестало существовать, я вдруг пошёл учиться, я помню, что... Нас просто спрашивали, что вы собираетесь делать дальше вообще? Я говорю, фильмы снимать, а... Ну, и как-то вот так получилось, что именно когда мы закончили, то вот какая-то начался просто бум, волна вот этих сначала сериалов, потом кино, и как-то всё вдруг восстановилось. Не, ну, всё объяснимо, почему не было этого, ну, да, всем было очень как-то плохо в 90-е, ну, финансово. Потом стало лучше. А с кем вот из актёров, например, у вас... Ну, есть ведь режиссёры, у которых есть любимчики актёры, с которыми постоянно работают. Есть ли у вас какие-то актёры, с которыми бы вы хотели, ну, чаще встречаться в работе? Есть, да. Ну, вот, допустим, мы дружим с Катей Гусевой. Очень у нас такие хорошие отношения, она снималась уже два раза, и сейчас вот третий раз. Мы только что вот с ней недавно встречались на днях, договорились, что она будет опять работать. Потом, ну, из не очень, может быть, пока известных, такой Дима Соломыкин у меня снимался в «Василисе» сначала главную роль, совсем юный он был ещё. Потом в «Чёрной кошке» одна из главных ролей, вот как раз этого парня, который явился вот такой бактерией, который всех потом заразил. Очень хорошо он справился, просто мне очень нравится, как он, его работа в «Чёрной кошке». И, ну, вот сейчас у него тоже небольшая роль как-то, мы так дружим творчески с ним. И, ну, не знаю, многих могу назвать. Очень тёплые у меня воспоминания о «Безруковье», но мы больше не встретились с ним в работе. Вот, ну, как-то я помнишь… Поцелуй бабочки, да, как раз. Да, ну, причём «Поцелуй бабочки» тоже я как-то не очень серьёзно отношусь, честно говоря, как-то к этому фильму. Ну, там есть какие-то положительные моменты, но в целом как-то это не очень моё кино, вот если честно. А что ваше? Моё? Ну, наверное, «Качели» и «Дом на обочине», если из полнометражных картин. С «Мерзликиным» как раз, да, «Дом на обочине». То есть это… А что в этих картинах, ну, вот если говорить о жанре, вот, что вы чувствуете своим каким-то вот полем? Ну, психологический… Психологическая драма, когда можно простроить… Какие-то тонкие вещи, когда можно простраивать вот с актёрами. Когда он думает об одном, говорит о другом, а зритель считывает ещё третье что-то. Ну, вот какая-то многоплановость вот эта. А как её добиваться? То есть вот что нужно делать, чтобы… Ну, сценарий должен… По первую очередь, сценарий должен быть таким. А вы выбираете сценарий, или вам предлагают… Ну, по-разному бывает. Вот «Качели» и «Дом на обочине» – это, ну, практически это авторское такое кино. Ну, это сценарии не мои и то-то другое, но они с моей подачи. То есть идея такого сценария и того, и другого, она родилась у меня. Вот «Дом на обочине» вообще моя идея. И Олег Маловичко её расписал. «Качели» я увидел у Аркадия Тягая, сценариста, я увидел у него маленький рассказ и попросил его раскрутить. И дальше мы очень много встречались, и он раскрутил это в сценарий, в историю. Бывает, что предлагают, часто предлагают. Ну, как, все сериалы – это всё предложенные истории. Ну, вот я тоже как-то стараюсь туда всё равно вносить своё, как я уже рассказывал, переписал. А в «Верманом воскресенье» вообще, по-моему, финал же вы даже изменили. Да, четвёртую серию я всё переписал, потому что там как-то совсем всё минорно заканчивалось, так ронялось просто. Всё-таки надо было надежду какую-то дать. Как-то я считаю, что кино без света в конце, без надежды – это даже не только кино, а любое произведение искусства. Всё-таки это должно быть от Бога. Это должен быть свет и надежды. Даже в самом мрачном произведении. А, кстати, вот перед съёмками какого фильма «Молебина» Иоанну Кронштадтскому? «Верманного воскресенья» была отслужена? Да, по-моему, да. Ну, вообще, это мой храм, куда я хожу, где у меня духовник. Это вот храм Иоанновский монастырь. Там есть усыпальница Иоанна Кронштадтского. Ну, я так стараюсь всегда как-то, если есть возможность, всё-таки благословляться на работу. Как-то я себя чувствую более защищённым тогда. И как-то идёт всё лучше. А церковь одобряет, ну, не знаю, какие-то картины, которые могут содержать всё-таки там сцены какие-то, ну, и насилие, и там жестокости, и что-то ещё. Ну, то есть вот… Ну, церковь – это же не цензурный орган. Там же батюшка не читает сценарий. Ну, как, он мне доверяет, благословляю, иди. А там дальше, на моей совести, это как я уже делаю. В одном из интервью, вот, вы как бы говорили, что очень настороженно относитесь к понятию фестивальное кино. И, ну, вот, что вы не снимаете вот фестивальное кино. Что вы вкладываете в это понятие, и, ну, вот, насколько оно имеет право на жизнь? Я так сказал, что фестивальное кино не снимаю. Ну, да. Ну, как-то я так погорячился, да? По-моему, ну, нет, ну… Ну, на самом деле, по-моему, это как раз все фильмы, они такие, ну, по жанру фестивальны. Другое дело, что там, может быть, какие-то просто не поехали на фестивали. Может быть, у них так судьба сложилась просто, что их… Ну, это же не от меня инициатива исходит, что послать это там уже организационно. Ну, там, может быть, продюсеры… Ну, я понимаю, вот, смысл высказывания в том, что фестивальное кино, как… А, когда совсем… Когда снимается вот такой узкожанровый, как какой-то арт-хаус, который смотрит три человека, из которых два кинокритики… Кино не для всех. Да, да. Ну, да, в этом смысле не мое это. Ну, то есть, я считаю, что все-таки нужно уважать зрителя и снимать не просто свои какие-то сны и видения, не заботясь о том, как их воспринят зритель, да, а все-таки снимать для зрителя и очень беспокоиться о том, как то или иное там действие и тот или иной поступок, как он будет воспринят. Ну, то есть, какая отдача будет от зрителя, где он будет волноваться, где у него сердце забьется, где он испугается. Ну, как-то надо думать об этом. А как Вы считаете, вот сейчас на кинорынке, вот в кинематографе российском, какие происходят, ну, движения, тенденции, потому что был момент, ну, опять-таки, когда, мы говорили, в 90-е было падение, потом, ну, как бы, все-таки публика была очень долгое время, не хотела смотреть. Ну, то есть, откровенно молодежь говорила, ой, российский фильм, нет, я лучше пойду посмотрю голливудское что-нибудь, там, это будет более, там, качественное, более зрелищное. Вот удалось переломить этого негативного концерта? Ну, да, как раз сейчас, наоборот, как-то российский фильм, вот все идут смотреть сразу, с большим удовольствием. Другое дело, что тревожно то, что это становится аттракционом, все, ну, видимо, ну, тут уж не знаю, с этим, наверное, не надо бороться просто, это такие какие-то уже явления глобального характера, которые происходят, да, то есть, ну, значит, кино для кинотеатров суждено действительно уйти вот в это. А кино для интернета и телевидения домашнего будет в другом жанре существовать. Нет, ну, сейчас зрителей, конечно, очень много, сейчас вот какие-то вот российские премьеры, там, вот сейчас «Союз спасения», да, про декабристов, вот, я уже просто вижу, какой, ну, какая энергия идет от, сколько зрителей будет, это опять посмотрит вся страна, я уже чувствую. А вы обмениваетесь, ну, со своими коллегами, не знаю, там, как, возможности, ну, что-то увидеть, какие-то, может быть, черновые там съемки, ну, то есть, вот какой-то такой вот процесс обмена, выражения мнениями, впечатлениями. Вот с коллегами почему-то не общаемся. То есть, такая режиссер, да, вот какая-то одинокая профессия, да, то есть, это… Как, наверное, раньше было не так, вот, есть такое подозрение у меня, что в эпоху там молодости наших мастеров, как-то вот они были более… Ну, такое было вообще время более… Общительные. Общительных людей, да, таких социально более каких-то… Ну, когда можно было прийти без звонка, там, чуть ли не в час ночи в гости, то есть, как-то… Да-да-да, а сейчас такая одинокая профессия, ну, она всегда, честно говоря, была одинокая, я думаю, что да, даже при этой общительности, все равно, конечно, тут много есть, все равно ты остаешься один и должен сам решать, вот так, 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 так же, как писатель. Фильмы российские последнего времени, ну, особенно вот посвященные или спортивным достижениям, победам, историческим каким-то событиям, они, ну, вот иногда звучат такие упреки, что насаждается, дескать, агрессивно патриотизм, и в лексиконе некоторых вот деятелей искусства слово патриотизм становится уже ругательным, что, ну, вот это патриотическое кино, это, значит, ну, такое пропагандистское. Вот что для вас, вы ощущаете вообще ли эту тенденцию, что для вас, вот, хорошо это или плохо, патриотическое кино, что это такое? Ну, говоря вот и про то, что Василиса, все-таки там эта война… Есть искреннее кино, есть неискреннее, да? Вот я бы так делил, да, потому что, ну, как, ну, мы все, в общем, патриоты, как, ну, мы же любим свой дом, свою землю. Не знаю, у меня вот спортивные фильмы, я вообще не понимаю, почему их надо ругать, потому что это такая… Такая… Мы так переживаем за своих спортсменов, когда они выступают, ну, как, ну, то же самое на экране, если режиссер снял такой фильм, я смотрел вот это… Движение вверх? Да, движение вверх, действительно, на одном дыхании ты смотришь, там, по-моему, очень сильный фильм. Ну, я когда смотрел, я поражался тому, что там, когда в какие-то определенные моменты зал то замирал, то вдруг там… Ну, то есть, это такая была искрень, как будто вот они смотрят реальный матч, то есть, на стадионе. Да, да, причем очень хорошо сняты, так зрелищно снято, чтобы вот на одном дыхании смотреть час, вот действия, когда происходят в спортивном зале, это надо очень уметь так снять. Ну, есть неискреннее кино, наверное, какие-то есть примеры отрицательные, когда это делается неискренне, а вот просто так, для галочки или что-то такое. Ну, не знаю, я сейчас даже не знаю, что назвать. Еще одна вот интересная закономерность, ведь люди начинают разговаривать, ну, буквально цитатами из популярных фильмов, и это вот как-то входит в… Ну, когда фильм разобран на цитаты, наверное, это свидетельство какого-то народного успеха, и есть там золотой фон киноклассики, условно говоря, бриллиантовая рука, там, джентльмены удачи, все эти пасть порвут, там, или там цигель-цигеляй-люлю, которые люди вставляют, даже, ну, не задумываясь. Это говорит о том, что, не знаю, становится культурным кодом, вот, какой-то русскостью, человек, можно узнать вот человека, найти какую-то общую общность с ним, когда ты говоришь на одном языке, то есть ты понимаешь, что ты смотрел с ним одни фильмы? Ну, наверное, да. То есть мы с тобой одной кровью, там, ты и я, как бы прямо помаугли. Ну, может, да, не знаю, не задумался, но, наверное. Ну, вот, кстати, вот вы сейчас задавали этот вопрос, я подумал, что современных фильмов, к сожалению, таких нет, которые бы расходились на цитаты. Да, да, в чём проблема, действительно, ведь, вот, если задуматься, что, да, из современных фильмов, ну, есть, может быть, сериалы какие-то, где-то... Я думаю, что проблема, вот, опять-таки, что это больше становится, наверное, не таким драматургическим, да, действом, а более зрелищным таким. Может быть, поэтому, не знаю. Уходит от литературы к зрелищу. То есть дело в сценарии, получается? Наверное, да. То есть нет этих вот хлёстких фразочек? Наверное. Вот эта фраза, не знаю, там, «Помогите, хулиганы зрения лишают», вот, насколько она сразу запоминается, не знаю. Может быть, сейчас больше снимают, наверное, вот как раньше фильмы выходили такие вот редко, сколько их в год выходило в Советском Союзе там. Ну, нет, ну, там тоже ведь был, наверное, большой поток фильмов. Ну, просто не все попадали вот в эту золотую обойму народного какого-то фольклора. Новые, молодые вот актёры, насколько они достойная смена? Потому что мы все, ну, вот когда моё поколение вот выросло на, там, Табаков, Леонов, Евстигнеев, Тихонов, то есть, ну, там вот можно перечислять, 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 вот, Никулин, Миронов, Папанов. То есть там вот какие-то, каждый актёр, это какая-то глыбина, это какая-то история, вот буквально кино за каждым стоит. Вот в молодом поколении это присутствует, есть ли какие-то такие вот сопоставимые большие имена? Ну, совсем в молодом пока не вижу. Но то, что вы называете, они тоже не сразу же стали такими величинами. Эта профессия, она предполагает, в общем, рост большой. Вот в молодом возрасте очень сложно найти, вот, выпустившихся из театральных институтов, сложно найти сильных актёров. Это проблема, вот я часто сталкиваюсь с этим. А в возрасте в среднем каком-то, ну, есть они замечательные актёры какие-то. Ну, они уж, конечно, не молодые, но там тот же Миронов, например, или там Безруков. Для меня очень сильный актёр, вообще невероятно сильный. А с молодыми актёрами тогда как вы работаете? То есть это просто что-то приходится лепить из него, или... Ну, да. Ну, как Чаплин, вот, когда снимал там фильм «Малыш» с ребёнком, он понимал, что невозможно обучать. Вот он ему говорил, там, представь себе, что сейчас тебя разлучат с мамой, ты больше никогда в жизни её не увидишь. И затем говорил, всё, рыдай. И мальчик перепуганный начинал плакать, и он всё, камера, мотор, вот... Но он работал на таком уровне. Ну, по-разному. Там как-то мучаешься иногда и количеством дублей, и потом на монтаже вырезаешь вот отсюда кусочек, отсюда. Ну, по-разному. Вообще, конечно, надо стремиться более, ну, всё-таки по школе как-то всегда, всё-таки действовать, находить общий язык, приглашать к соотворчеству, чтобы человек раскрепощался. Ну... А что мешает вот молодым актёрам? Это отсутствие жизненного опыта или плохо учатых в... Да нет, ну, мне кажется, просто, ну, как любая профессия, она, ну, просто рост её, ну, не происходит так быстро. Просто человек набирает очень... годами набирает. Тут, естественно, это всё. Таких самородков немного. Очень мало. Ну, вот если говорить, кстати, вспоминать ещё какие-то громкие имена, вот, Никита Сергеевич Михалков, у вас ведь связи с продюсерским центром Никиты Михалкова 3Т, вот как произошло это знакомство, что вас привело к сотрудничеству? Ну, там, знаете, это «Дом на обочине», там такое было очень... не очень большое сотрудничество, потому что... Ну, это на уровне продюсеров. Там всякая картина, она сейчас складывается из разных... Не бывает, что один, ну, как сказать, один источник финансирования, а одна какая-то компания выпускает. Они собираются группами. Вот. И тут, ну, как-то они нашли там альянс какой-то. Ну, и вот у нас получилось, что это и... Ну, студия, вот, был продюсер у меня Дима Месхиев, с которым я уже несколько картин к тому времени сделал. И он каким-то образом там вот привлёк 3Т. Как работник. Ну, или как, кто кого привлёк, то сложно сказать. Ну, вот, в общем, они вместе стали. Ну, просто я к чему говорю, что главным продюсером в этой картине всё равно для меня оставался Месхиев. Так у них было условлено. И слушался я вот непосредственно его, если какие-то у меня там нужно было решать вопросы. Ну, так вот с Никитой Сергеевичем... Ну, я общался там с Никитой Сергеевичем по телефону 2-3 раза. В российское кино, вот, что дальше, как вы думаете, чем будут удивлять зрители экраны? То есть, насколько какие-то, я не знаю, темы, проблематика? Что сейчас самое, ну, собирающее зрителей? Комедии, исторические фильмы, патриотические, там, блокбастеры, спорт? Да, разное всё, опять, разное. Ну, вот сейчас выходит, я уже упоминал, там, декабристы, исторические, масштабная историческая такая драма. И я думаю, что будут и спортивные фильмы ещё, да. Ну, хотя какой-то вал их был, наверное, может, сейчас их поменьше будет. Сейчас вот появляются какие-то такие очень... фильмы... Как сказать... Ну, совсем про неприукрашенную жизнь, неприукрашенную жизнь, такую очень-таки честную и жёсткую. Вот на интернет-платформах они выходят. Вот, допустим, текст сейчас. Вот я посмотрел фильм, очень такой, на мой взгляд, сильный фильм. Причём мрачный, но с такой какой-то светлой нотой в конце. Да, но вот здесь очень странно. Вроде бы это и мрачный финал, и в то же время светлая нота. Да, вам тоже показалось, да? Да, да, да. Такой он прям вот... Ну, какой-то... Правильный. Нет, ну, искупление. С моральной точки зрения абсолютно правильный. Хотя так... Ну, всё равно по вкусе остаётся какое-то очень светлое такое после этого фильма. То есть можно назвать это одной из удач года. Да, и, ну, наверное, к сожалению, просто у нас, я смотрю, и время завершилось, но сегодня есть возможность продолжить общение в 18 часов в конференц-зале отеля «Авалон». Встреча со зрителями и вход, кстати, свободный. Режиссёр Антон Сиверс был сегодня у нас в студии. Спасибо вам большое. Спасибо.